МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инфраструктуру для новых микрорайонов Большого Камня начнут строить в течение ближайших двух месяцев. По информации Минвостокразвития, на эти цели заложено 3 миллиарда рублей. Владивосток выпал из стройки городов-лидеров с самым дорогим жильем. Эксперты портала домофонд.ру сравнили цены на продажи квартир в мае 2017 года с аналогичным показателем прошлого года. Первую строчку заняла Москва, вторую – Санкт-Петербург. Владивосток, годом ранее входивший в ТОП-3, опустился на позицию, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Президенты свободного порта готовы вложить в рыбную отрасль Приморья 7 миллиардов рублей. 14 компаний запустили проекты в области добычи и переработки рыба- и морепродукции. Новый морской терминал «Восток ЛПГ» заработает на Дальнем Востоке в конце 2018 года. Проектная мощность предприятия составит 1 миллион тонн продукции в год. Третья сиян постоянно задерживается на работе, сообщил Роструд. Он провел опрос работников в разных отраслях. От среднемировых показателей наша производительность труда отстает на 27%, от европейских стран – на 81%. Масштабный кризис долевого строительства разразился в Приморском крае на волне экономического спада 2008 года. Через несколько лет ситуация вроде бы наладилась, но в этом году по городу прокатилась волна пикетов, зубастыми плакатами и четкими требованиями. Дом по Пихтовой 35 начали строить в далеком 93-м году. И уже тогда было понятно, что стройка неблагополучная. Чего только стоит тот факт, что каркас дома состоит из бэушных бетонных плит. Сейчас застройщик-председатель жилищно-строительного кооператива Юнспотхудинов – СИЗО. А люди самостоятельно проводят себе сети и отапливаются от дизельного бойлера, который уже становился причиной пожара. По факту живут в недостроенном доме. У них нет даже свидетельств о регистрации собственности. Все коммуникации – вода, тепло, электричество – временные. В некоторых блок-секциях нет окон, крыши, но даже в них живут люди. Устали ждать. Помочь дольщикам некому. Договора заключались в обход федерального закона об участии в далевом строительстве многоквартирных домов. Выход из ситуации предложил депутат законодательного собрания Андрей Ищенко. Его законопроект способен решить проблемы обманутых дольщиков без привлечения в бюджетный свет. Предложение, какое у меня родилось, при том мы его не сами придумали, взяли работу, которая осуществляется уже у нас в регионах, ближе туда, к Подмосковью. Компании-застройщику, санатору, будет выделен земельный участок определенной площади под жилищное строительство в зоне застройки многоквартирными жилыми домами. И после этого он по тройственному договору между администрацией, краем, застройщиками и обманутыми гражданами начнут строить жилье, с гражданами будут подписаны договора долевого участия. И по результатам работы инвестиционной деятельности граждане пострадавшие будут расселены застройщиком. Иными словами, администрация края будет предоставлять застройщику землю на льготных условиях. Тот построит на ней дом или несколько домов. Часть квартир продаст, а часть передаст обманутым дольщикам. Такая схема могла бы решить проблему сразу нескольких недостроев, в том числе Кипарисова, 26. Десятиэтажный дом начали строить еще в 2006 году и обещали сдать через пару лет. Но в процессе объект вырос еще на 10 этажей. Обычный дом после утвержденного проекта чудесным образом стал небоскребом. Сейчас застройщик в СИЗО, а лишние этажи предлагают снести. Дом законсервировать. Кто должен платить за это удовольствие, непонятно, ведь компания-застройщик банкрот. А пока люди оплачивают введение конкурсного производства, охрану недостроенного объекта и собственного кошелька, дом рушится. Несущие стены и фундамент в трещинах. Все это время мы пытаемся работать с властями, контактировать с ними. Они нам обещают помочь. До сих пор мы так и не поняли, чем они хотят помочь. И вот мы, получается, уже три митинга провели по поводу того, что мы ждем все-таки какой-то помощи от наших властей, потому что абсолютно уверены и обоснованно мы считаем, что большая доля того, что мы оказались в такой ситуации, это вина все-таки наших властей, конкретно инспекции по надзору и контролю за долевым строительством, потому что вот из десятиэтажного дома каким-то образом вырос двадцатиэтажный. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства на контакт не пошла. В ответ на официальный запрос сотрудники пресс-службы администрации края предложили подождать, но в оговоренные сроки встречу так и не назначили. Впрочем, не все дольщики бьются в закрытые двери. Почти сдан дом на Кипарисовой-2. Люди, вложившиеся в строительство долгостроя, прошли несколько кругов коммунального ада. Сначала в подключении отказали энергетики, потом пришел отказ из прим-вода канала. Мы поняли, что у нас какие-то проблемы в доме, когда мы начали собираться в апреле все вместе. То есть все дольщики, пайщики для встречи с застройщиком. Вопрос встречи у нас был таков, что вроде как дом сдается, но его не принимают. Мы решили тогда написать обращение в администрацию края. Мы записались, у нас был инициатор в группе тоже. Она нас записала на прием к Ежову, тогда еще бывший вице-губернатор. С тех времен, с тех пор мы стали ходить в администрацию. Почти ежемесячно встречаться сначала с Ежовым, потом с Портновым. Ну, наши хождения, слава богу, хоть как-то нам помогают. Электричество в дом уже подвели. Осталось проложить трубы для подключения к воде и сдавать шестую и седьмую секцию дома. В реестр граждан, чьи права были нарушены при строительстве многоквартирных домов в Приморье, включены 168 человек. Однако выплаты получат только дольщики многоквартирных домов в Партизанске – 113 человек. В заключении можно отметить, что сегодня дольщики имеют чуть больше гарантий, чем несколько лет назад. Появились требования к размеру уставного капитала застройщика. То есть дома уже не будут строить компанию, у которых за душой нет ни копейки. Налаживают свою работу и компенсационный фонд, из которого можно будет покрыть ущерб дольщиков в случае разорения их компании. Однако риски все равно остаются, и об этом нужно всегда помнить, выбирая жилье в строящемся доме. Приморский край – один из самых продуктивных регионов по вылову и продаже рыбы. Однако на столах приморцев продукция совсем не местная и не дешевая. Где, почем и какую рыбу можно купить во Владивостоке, расскажем в нашей рубрике «Мой кошелек». По данным Примстата, Приморье производит 18% всей рыбной продукции страны и 30% ДФО. В 2016 году в крае произвели почти 700 тысяч тонн продукции, что больше показателей 2015 года на 10%. Более половины всего производства приходится на мороженую рыбу. За 7 лет рыбопродукция подорожала почти в 2 раза, а доходы населения выросли всего на 13%. Рыба, только что выловленная, в 3 раза дороже той, которую мы видим на прилавках магазинов. Ну, часто покупаю. А что покупаете? В основном покупаю камбалу. А почему? А потому что пенсионерка, на остальное у меня денег, как говорится, не хватает. Я рыбу вообще не ем практически. Я ее не люблю. Вот мама любит. Ну, раз в неделю покупаем. Что покупаете? Красную рыбу, любую. Лишь бы была красная. Как готовите? Ну, делаем котлеты, фарш перекручиваем, жарим в духовке. Ну, берем навагу. Правда, еще маленькая дочка у нас, если она любит, тоже навагу жареную. У нас где-то раз в неделю. Что едите? Мы, ну, камбалу, иногда горбушу. А что любите? Люблю жареную рыбу, сайровый суп также очень вкусный. Наверное, реже палтус. В общем-то, иногда филе, даже минтая. Ну, разное, в принципе, бывает. Свежий палтус стоит от 650 рублей за килограмм. Чавыча от 850. Кита обойдется в 455 рублей. Треска стоит от 150 рублей. Навага от 115. Камбала от 120 рублей за килограмм. Свежую рыбу можно найти только на рынках. В магазинах сплошная дорогая заморозка. Везут ее или из-за рубежа, или с других регионов России. А за транспортировку нужно платить. Например, лосося из Приморья на рынке совсем немного. Нет и 10%. Сель, треска и навага тоже совсем не местные. Зато через 25 лет вновь начался лов и в оси. С лососем сейчас пока что ситуация хорошая. Находится на подъеме в урожай на годы горбуша. С китой немножко негативная ситуация, потому что в последние годы ее подходит все меньше и меньше. А по семье вообще очень плохая складывается ситуация, потому что очень много ее вылавливают как в речках в виде молоди, пеструшки, так и в море. А вот пресноводная рыба в Приморье есть и продается. За килограмм карася придется отдать 115 рублей, сазанат 196, осетра 1100, форели 650. На некоторых рынках купить того же карася можно не просто охлажденного, но еще живого, прямо из аквариума. Что касается углохвостой креветки, то стоит она везде примерно одинаково, 300 рублей за килограмм. Иностранная значительно дороже. Из нестандартных для ежедневного стола Приморцев морепродуктов можно найти улитку в соусе замороженную, живого трепанга в аквариуме и устриц. От себя хочу отметить, что во всем мире рыба дороже мяса, а ее разведение и выращивание намного затратнее, чем любой свиноводческий комплекс. Конечно, можно негодовать по этому поводу, но лучше отнестись с пониманием. Возможно, ситуацию решит рыбный рынок, который уже много лет обещают нам краевые власти. Ведь очень хочется, чтобы в Приморском городе люди могли наслаждаться свежей рыбой по доступным ценам. Это была программа «Экономический сектор». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова